приветствую вас дорогие друзья будем лезть туда куда не стоит или как сэкономить сэкономить значит заработать у меня была проблема задней дверью никакой механик не хотел ее ремонтировать я ездил в отпуск в украину мне механик ответил они раньше их ремонтировали все бессмысленно все ломается они пробовали ремонтировать замок ломается они пробовали заказывать китайский он ломается делать никто не захотел ну а как я эту машину в будущем смогу продать если не будет работать центральный замок этой двери мне чтобы открыть нужно изнутри открывать или чтобы закрыть на сигнализацию нужно закрыть замок вручную и закрывать и бывает один раз из 100 она открывается с центрального замка никому все это не надо понимаете в общем прикол я не механик совсем и в большинстве случаев когда я лезу к машине я делаю только хуже но прикол чем у меня нету правильного инструмента это 50 процентов успеха 2 50 это опыт но даже важнее правильный инструмент что вы хотите что я ремонтировал с помощью молотка и дрели самый дешевый вот так и вышло здесь я вам сейчас покажу как эту дверь я ремонтировал центральный замок не работал это посад до 5 как вы поняли старая машина но для дании это чуть ли не новая только вышедшая почему такой прикол да потому что гайки так закрутили с этими налогами что машина себе новую может позволить только идиот или идиот который взял кредит понимаете машины фирма не если 10 тысяч евро то здесь она превращается в 28 тысяч евро 180 процентов налога ну чуть-чуть конечно меньше стала 175 но все равно каким надо быть чтобы покупать машины дорогие тем более если ты только с автосалона выехала и она в цене потеряла поэтому здесь все ездит на таких инвалидках в украине вы даже и россии таких машин не знаете как здесь как volkswagen up как skoda city go как suzuki mi вы посмотрите или как toyota айго это вообще инвалидки реально к сути ближе я сам снял снял эту всю обшивку получается опустил стекло в ю тубе посмотрел и все сделал как надо и одна проблема случилась здесь есть такой вот болт за резинкой он держит вот эту вот детальку ведь ее нужно вынуть и здесь тросик его нужно снять с ручки в чем прикол не мог крутить он настолько заржавел в дании это плюс проблема здесь два моря страна маленькая и машины ржавеют мгновенно очень быстро живет машины вы извините сейчас протру камеру возьму шапку машины ржавеют очень быстро все детали ржавеют очень быстро в чем суть этот болт и не смог открутить я пробовал его высветить все сверла поломал которые у меня были по металлу дальше я начал бить молотком ну как всегда у меня главный инструмент молоток выбил эту ручку и эта деталь отвалилась я все справа затем не мог вставить стекло стекло как видите она работает она опускается и поднимается все работает спросите как я это сделал на жидкие гвозди посадил там такая пластмассовая втулочка и внутрь заходит 2 и каждый раз как я вторую засовывают то выпадает первое и нужно заново обшивку снимать я так три раза снял взял эту центральную садил и туда жидкими гвоздями и все я у меня все просто мой любой момент это изолента жидкие гвозди и силикон и шланг от пылесоса я раньше все ремонтировал все сливы все раковины этими инструментами а и тупор шланг пылесосу приделывал ко всему напрямую как вы можете видеть меня отвалилась эта деталь как опять я его садил на эпоксидку но эпоксидка была там такая у меня что полчаса нужно ждать когда она остынет ну как схватиться я вот купил новую эпоксидку это эпоксидная смола за пять минут вроде схватывается или за три и через там пять часов она уже на мертво держит металл на ней можно это самое дешевое если она не будет держать я возьму и куплю прям именно для металла она в два раза дороже и в два раза меньше но я так склею сто процентов я в дашку вот такой обработал это для микросхем ну как бы у меня нет обезжиривания заклеил пластырем почему это как при ремонте дома я много где красил стены и всегда у меня мысль а зачем мне клеить что-то я же ведь могу вот так щеточкой аккуратно пройтись и не будет разводов но когда я делаю вот так вылез чуть-чуть вылез потом вот так пальцем снял протер потом вот так потом кофта а затем такая ситуация все постоянно везде вылез весь в краске то есть лучше сразу проклеил потому что здесь клей будет сделаю все по красоте и так сейчас я ручку приклеим а затем будем менять масло экономия должна быть во всем сэкономим значит заработаем ладно я вам все сейчас покажу сейчас будем клеить ручку и так друзья бодяжем эпоксидку двухкомпонентная здесь вот такая вот комплекте лопатка вот так смешиваем все нужно все хорошенечко смешать эпоксидка эта тема я недавно только узнал о ней раньше все так клеил а теперь у меня лучший друг эпоксидка воняет немного но что поделать так вот так вот смешали главное успеть потому что то очень долго застывает это очень быстро но я думаю что все у нас получится вот так набрал эту токсидку лопатку взял вилочку одноразовую буду ею блин как-то неудобно все главное себя не приклеить лопатку вроде бы нормально по крайней мере пока нормально конечно же видно видно следы эпоксидки вокруг ну вы все увидите конечно но лучше так чем потерять эту деталь и что потом даже не знаю все равно машина уже старая ржавая может это и колхоз ну а как по-другому ребята я из этой машины конечно желание есть и перекрасить ее там и всю ржавчину убрать конечно же хочется но целесообразно ли это нет как подумаешь лучше чуть доложить заработать денег можно и поновее машину здесь но есть такое правило слышали вы или нет машина должна стоить ровно три ваших зарплаты не больше тогда она вас никто никогда не забер не будет высасывать деньги понимаете если машина дороже это уже риск а я рисковать не люблю как в трейдинге нужно ограничивать свой риск один процент и так друзья продолжаем экономию ремонт видать но не ремонт а замену масла вот такой инструмент купил себе шеф подарил мне подарочный сертификат на 500 крон и купил себе такие вот инструменты классные кайф скажите крутые инструменты мне как раз сегодня будут итак берем их туда итак будем менять масло для начала нам нужно снять вот эту крышку из чуб я буду менять через чуб вот такая вот приспособа есть клеммы на аккумулятор бросаются и откачка масло идет увидим сколько там осталось литров по идее я туда заливаю 4 литра масла уровень но сейчас мы увидим какой уровень и приблизительно решим сколько там масло если там будет не очень я больше менять не буду если там нормально будет потому что прошлый раз я менял и было не очень если честно но прошлый раз машина стояла под углом на улице сейчас ровный пол и мы увидим нормальная тема или нет машины я прогрел сейчас снимаю крышку и начинаем замену масла откачивать я буду вот в эту банку 3-литровую обычно 4 литра на этот мотор заливая масло 5 в 30 начинаем так проверим уровень масла ну минимальный минимальный уровень масла машина проехала 12000 на прошлом масле будем менять новые лучше раньше менять чем позже он шаг недавно заезд говорил что 35000 проехал у него тауран вроде или туарег нет тигуан тигуан и мотор 2.0 дизель новая машина 35000 что дальше аккуратно щуп когда снимаем крышку придерживайте щуп это уже третий мой щуп я сломал но не я сломал механики ломать в них всех одна проблема вот эта гаечка или шайбочка крышку сняли вот видите черный это фильтр масляный мы его будем менять щуп ломается всегда вон там в самом основании всегда ломается как решить эту проблему это именно болезнь на пассатах видите вот щуп и здесь вот такие вот ребра есть их нужно стереть наждачной бумагой напильником когда вы их стрете что они очень легко заходили как только новый щуп вы поставите он будет всегда вот здесь застревать вначале и вы все собрали а затем вы проверяете масло и вы дергаете всегда щуп захотите вы его вставить крепче чем он есть он там слабо он держится там защелка пластиковая вы просто сломаете его это уже проверено это третий щуп ребята так что аккуратно и так что здесь течет не понял может ничего не течет я такой специалист я вам скажу я могу молотком немного постучать и на этом все но я думаю что здесь все нормально хорошо что жена меня отговорила машинами заниматься ну была идея покупать продавать хорошо что я передумал если честно это был бы попадос на деньги конкретно лучше жараха но мне Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Масло 200 крон канистр Сейчас я вам покажу Вот, 5 лет 30 200 крон канистр По скидке можно со 170 Иногда выхватить в Германии Фильтр 65 крон Польский Викс И все Вот это стоит замена масла А если бы я у механика менял 600 крон В 2 раза, ребята, в 2 раза Даже больше Ну, я не знаю Лонг лайф масло покупает Там на 30 тысяч На 45 Эти все приколы, вы поняли Но, фильтр-то Рассчитан на 15 тысяч максимум Тогда уже нужно и фильтр менять Правильно? А как вы его замените без замены масла? Ну, логика должна быть Это все маркетинг, друзья Дурацкий Все работает, друзья Нормально Сейчас уровень проверим И все Заливаем сейчас жидкость Пускай масло пока осягнет Вот тоже Зимой только заливаю такую жидкость Летом всегда покупаю таблетки Или концентрат Так тоже дешевле В 3 раза дешевле, ребята Вот так по чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть А затем можете купить что-то нормальное Экономия, она нормальная В Европе все экономят постоянно Без этого никуда Все такие жлобы Не нужно быть прям жадным Капец Но Если у вас есть возможность Нужно экономить Там чуть-чуть Там чуть-чуть Там чуть-чуть Как, например К перикмахеру Или парикмахеру Как правильно Я не хожу Ну, лет Лет 10 точно не хожу Представьте У нас один раз Сходить 30 евро Теперь можете посчитать Если раз в месяц По 30 евро И на 10 лет Сколько я сэкономил Миллион Так что, друзья Вот такие вот дела Масло чистое Более-менее Если можно сказать Что в дизеле бывает чистое масло Нужно ЕГЭ Заглушить И тогда будет И как на бензине масло Но его нужно оглушить правильно Там специальные вкладки Продаются такие толстые Металлические И нужно правильно оглушить А не так, как некоторые Там шланг Переткнули и все Затычкой Или пережали Нужно все правильно делать Все, друзья Полный уровень масла Все как надо Так что, это удача Можно сказать Ну все Спасибо за просмотр Хочу еще показать вам Как дрель заклеил Сейчас Увидите Вот В принципе Если бы я вам и не сказал Вы бы не увидели Правильно? Ну конечно же Чуть-чуть клея выступает Но Оно все замажется Грязью В принципе Машина будет все черно И вы не увидите И никто не увидит Зато дверь будет рабочая Нормальная Красота Ну все, друзья Спасибо за просмотр Видео получилось длинным Потому что я не профессионал Я не могу все быстро делать Но делаю как могу Так что Экономьте Экономьте, друзья Ладно, все До скорых встреч Спасибо за просмотр